Продолжаем следить за D20L. Вторая карта матча Unique по кчам. Первая карта увенчалась быстрым успехом Unique. Смогли они просто противника задавить уже в последней драке практически у Казарм и Т4. Прекрасная игра от всех, наверное, там можно всех выделить, только что Кэрри особое участие какое-то активное не принимал. Он просто фармил и в конце пришел там, в общем, кроме метаморфоза и Black King Bar ничего нажимать даже не пришлось. Вроде как даже ни одного Сандера от Terrorblade не было, но просто не было в этом никакой необходимости. Вторая карта у нас снова на ФП появляется Main Carry. Это правда от команды пакчамп. Это Луна. Луна вместе с Вайпером и Unique незамедлительно отвечают. Ну, наверное, один из лучших саппортов против таких вот героев, ловкачей. А уж тем более Луны, как Shadow Demon. Просто ультимативный ответ. Лучшие варианты. Ну, не знаю, наверное, не придумать. Может, Форс что-нибудь там придумает. Так, Форс, разумайтесь. Не знаю, что придумать насчет Shadow Demon. Ну, как бы Shadow Demon против Луны. Ну, да, как бы хорош, но там всегда есть свои трудности. У Shadow Demon много недостатков там на линии. Вот. И если, например, ты вместо Shadow Demon пикаешь какую-нибудь Виверну, ну, она как бы прям Луну-то сильно так и не контрит, это Виверна. Но она может там в БКБ контролить. Она может после того, как Луна Эклипс выдала, дать Golden Brace и Луна ноль урона нанесет. Ну, короче, Виверна как бы много сейчас в доте прям хороших и сильных героев. Да, безусловно, Shadow Demon это очень вот жесткий персонаж, который после того, как получит там какие-то свои вещи, даст Disruption в Луну. Луна выйдет оттуда из Disruption там с двумя иллюзиями, и эти две иллюзии будут разваливать. Но раньше так было сто процентов, ну, это был факт. Сейчас уже немножко по-другому, потому что Луна может проигнорировать статовые предметы типа бабочки и эскаде, а скорее всего она их проигнорирует, и докупить как бы быстрый какой-то кристаллист Тирадейдлос и взять себе шарт. В этом как бы сути... В этом вообще сила Луны как героя. Почему Луну начали брать? Не потому что вдруг все вспомнили, что, о, оказывается, есть такой герой Луна, а у нее оказывается Эклипс, есть у нее много урона, она на линии сильная, и еще фармит быстро. О, а давайте Луны будем играть. Нет, потому что появился билд через шарт. Люди поняли, что когда ты вот через этот шарт с критами играешь, этот бим тоже критует, это как бы очень неприятно, когда ты там на огромный радиус атакуешь, и еще можешь критануть, там, пол лица саппорту снести. Вот, поэтому Луна вот и стала как бы такой популярной. А как мы знаем, сила иллюзии зависит исключительно... Ну, как бы, сила иллюзии зависит от пассивных способностей, ну, то есть там от аур каких-то, которые есть у героя, потому что они на иллюзии распространяются, и от статов. И если Луна отказывается билдить статы, отказывается покупать себе Драгонлендс, Манту, потом Скади, потом Бабочку, то как бы с иллюзией с нее не такие уж и сильные, если честно. А вот у нее там, допустим, Драгонлендс, Манта, БКБ и Дейдлс, например. Вот у нее вот такой вот билд. Плюс она сама эти иллюзии может легко достаточно убить. Поэтому я бы не сказал, что Шедов Демон — это прям типа супер-мега-имба. Это, ну, на самом деле просто неплохой герой, в принципе, может быть. То есть, учитывая нынешнюю популярность, кстати, айон-дисков. Сейчас же айон-диски прям повсеместные, их все покупают. Вот на Шедов Демоне можно полностью ликвидировать этот артефакт, потому что за время пуржа айон-диск не может сработать нормально. Он там вроде на какой-то микро-тик срабатывает, да, как это должно быть, но он тебя ни от чего не защищает, он сразу же пуржится, и если там урон продолжает вливаться, то... Продолжает вливаться, то как бы айон-диск тебя не спасает вообще никак. Терр Спирит появляется для Астрала, один из его лучших героев. У нас получается такая линия пока что Вайпер плюс Терр Спирит. Сильные, безусловно, сильные. А Вайпер не могут поставить в мид, типа закрыт уже Тумблор Ассасин? Ну да, нередко бывает, что Тумблор Ассасин наедается. Типа могут, но... Ну вообще, не, вообще могут, но мне просто кажется, что на сайде Вайпера не так эффективен против Тумблора. Ну блин, Вайпер он... А, ты имеешь в виду, что он в миде, типа может... Мы же не знаем, где Тумблорка еще, да, учитывая, что Unique Last Peak, тут еще можно смотреть, и под Вайпера тоже Пакчампы могут поиграть, посмотреть, что, куда, как. Да, вообще там какого-нибудь Сенткинга, грубо говоря, на мид опять отправить, и там героя для Петушара добрать какого-нибудь хорошего против Луны, там с Дезраптором в матчапе. Ну тут, наверное, сейчас... Хотя я не знаю, что Дукалис будет делать, будет хардеров убирать, или... Трех хардеров он уже убрал, Beast, Mars, ДК. Остались ли еще какие-то, которые прям очевидно хороши? Спектра забирается. Так, стоп. Луна и Спектра. То есть это что? Луна-четверка? Луна-пятерка? Луна-четверка? Это может быть мид Луна через быстрый Аганим. Больше нет идей. Ну, короче, либо Луна-четверка, либо Луна-мид. Если это Луна-пятерка, то там похороны просто. Ну сейчас Пакчампы как бы видят последний пик... Точнее, Unique видит последний пик Пакчампов. Если они предполагают, что Луна-пятерка вместе со Спектрой на лайн, там просто для Петушара просто какой-нибудь Тайтхантер берется, он приходит и кайфует там. Банится Дарксир. Именно Unique банится Дарксир, что любопытно. Ну, видимо, они думают, что это все-таки Луна какая-то там... Типа четвертой позиции, да, или там пятой позиции, не знаю, все-таки там за Спектрой, что Earth Spirit с Дарксиром хорошая комба. Комба-то хорошая, но если... Ладно, тут нет прям таких героев, которые сильно Дарксиру мешают играть. Так что, да, может, все-таки и стоило бы его побанить. А тут минус Лайфстилер, минус Бруда от Пакчампов. То есть они... Ну, такой у Бигнума драфт, кстати, получился вообще вот не пойми чего, да? То есть как бы Темпларка может мид, может кэри, Сэн Кинг может кэри, может харда. И вот кого Unique доберут? Unique могут добрать хардера, могут добрать мидера и могут добрать кэри. То есть они любого из трех core персонажей могут добирать и распределить свои лайны. И учитывая, что персонажи у них относительно такие универсальные... Темпларка тоже против вайпера в миде может постоять на самом деле. Да, там типа тяжеловато, но ты там чуть пораньше просто в лесок уходишь. Там немножко помочь с контролем рун, чтобы вышел какой-нибудь там Дизраптор на тапке или Шедоу Демон на тапке. Постакать опять-таки Шедоу Демон может. А тут у нас банится Шторм Спирит. И Покчампы сейчас покажут все-таки свой план, я так понимаю. Что они будут делать, как они будут играть. От Луны на пятерке я вообще не вижу никакого толку. То есть она на пятерке ничем не хороша. Она Аганим вынести быстро не сможет. Луна-четверка хотя бы Аганим может быстро вынести. А Луна-пятерка, она... Короче, мусор это полный. Вот Вайпер-пятерка, я вот больше в это верю. Но учитывая, что там темпларка, наверное, Вайпера хочется на корпозицию поставить. Так это тогда может быть Вайпер-мид Луна-3? И сейчас Покчампы какую-то пятерку возьмут? Например... Ну, например, что тут? Например, Трента. Какого-то Секьюр для Спектра, может, какой-то вообще Варлок какой-нибудь там. Варлок... Ну, вообще тут... Не знаю, нюки... Ну, ты не выберешь такую пятерку, которую нюкать будет сильно. Варлок просто с Эр Спиритом сочетается. Банды закинул, магнитайзик пошел. Ну, это так. Ну и для Спектра халявная линия. Ну, понятно, тут какого-то идеального героя просто нет. Чтобы сказать, вот... У них уже вот эта вот пара персонажей мне не очень нравится, что... Ну, как бы не пара, а вот три героя. Луна, Вайпер, Спектра. Если это три кора, как-то это мне не очень нравится. Ну, вроде бы есть чем играть на самом-то деле, но Луна начнет играть, когда у нее аганим появится. И как она будет билдить? Прямо сразу в этот аганим? Или там какую-то Мьеку купит? Или там, я не знаю, что она вообще собирается проиграть? ДП. Ну, вот это, похоже, герой для Дукалиса, потому что это его сигнатурка. Вот, повторюсь, от Луны Пятерки я вообще не вижу никакого импакта в этой игре. Типа, зачем она? Ну, то есть она не нужна точно. Луна Пятерка — это категорически нет. Луна Четверка — ок. Луна Мид — ок. Луна Апус-3 — тоже ок. Но... Ну, больше всего, наверное, мне нравится Луна Мид. Но тут очень сильно зависит от того, кто куда пойдет у Веник. То есть если это Темпларка Мид, наверное, туда лучше Вайпера. Если это Темпларка Оффлайн, то тогда лучше Луну в Мид. Я думаю, что вот в этом будет заключаться суть расстановки лайнов в пакчамп. А тут 30 секунд еще у Бигнума. Жаль, у Веник нет Лины, которые сами не забанили. Тут Лина и против Вайпера могла стоять, и против ДП могла идеально стоять. Появляется вообще Джиггернаут. Соответственно, Темплар Ассасин похожа в Мид. Сен Кингена вряд ли уже в другую позицию поставят. Да, Петушара тройка. Дукали все-таки на пятерке Луне. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, но мне прям не нравится. Луна-пятерка, в моем понимании, она не может быть прям полезной. Луну ты берешь на саппорт позицию только для одного — купить Аганим. Без Аганима это герой на пятерке мусорный совершенно. И поэтому Луна-четверка какое-то время была даже популярна, наверное. Потому что ты просто там приходишь, какой-нибудь там Вейл покупаешь, после Вейла сразу Аганим. У тебя там денежки есть, ты можешь себе позволить чуть-чуть пофармить на четвертой позиции, не стоять там за корами, да, а вот именно сосредоточиться на том, что ты добиваешь Крипочков. Вот, там нюк какой-то есть, тоже ластхиты делать по саппортам. И вот, пожалуйста, потихоньку, помаленьку, там через баунти руны, через пушиные вышки выходишь в Аганим. Здесь же, не знаю, не знаю, посмотрим, что, в общем, из этого получится. В принципе, у Иник выглядит драфт намного более сбалансировано. Главный вопрос — насколько сильно Вайпер сможет обыграть Тампларку и сможет ли вообще ее обыграть? А там так получается, вот вспоминая матчапы, реально 50 на 50. Бывает, что там одного рейнджа не добивают, Тамплар Асасин и все, и Вайпер начинает просто душить на уровень, перегоняет, потом дальше, дальше, становится все тяжелее. Так что тут спустя 3-4 минуты можно посмотреть. Все, конечно, будут решать, насколько будет ФН на этот аккуратен. Коэффициенту GGBet, естественно, на матч 1-19 Виник и 4-35 Пакчамп. Тут, само собой, чаша весов в пользу Юник. Ну и нестандартный пик с нетипичными позициями для того же Вайпера, для Вайпера, для Луны. ДП, в общем-то, тоже, наверное, сейчас не самый популярный герой позиции 3, а у Юник все прям по настоящему стандарту. Все герои идеально подходят на свои позиции. Нажимается Смоук и с одной и с другой стороны. Давай, Форст, кто сильнее на нулевой? Быстренько. Кто на хайграунде будет стоять, тот сильнее. У кого Гарат, это сильнее. Ну да, ребята вообще в разных просто направлениях пошли. Разминулись. Так, и получается, если на вот эту руну выходить, то Гара будет у Юников, наверное. Или что? Или сейчас так ФН спустится. Такой типа... Товарный ФН и стоит, ФН и видно. А, вот, здравствуйте, Ростислав Лазовой. Что это вы тут делаете? ФБ достается Вайперу. Это очень приятно, потому что ему нужно быстрый ботл взять. Хотя Спектра, наверное, тоже бы не отказалась. Мы понимаем, что на миде сейчас это будут решать особенно в поле с дисперейта, что он купит невероятно быстрый ботл. Это не конец. Он заживал АДП. И фраг для Бигнума. Бигнум в итоге прокачал дисрапшн на первом уровне. В этом, мне кажется, нет ничего страшного. Дисрапшн, дисрапшн. Ну да, не страшно, конечно. Он что будет делать-то? На харде стоять, да? Похожем. Или что? Или на легкой линии он будет стоять. Пока Слэйр вместе с Бигнумом начинают... Ну, по закупу, очевидно, что демон здесь ненадолго. Мы, возможно, попытаемся сейчас сделать фраг. Там дисрапшн, Блэдфьюри, Тандерстрайк. Там реально ты из дисрапшна выходишь сразу Блэйд. Плюс Тандерстрайк тебя немножко ударяет. Цокает там, да. Ну, есть, короче, возможность еще больше урона с Блэдфьюри выйдать. Так что давайте посмотрим. Диспрофит ведь без Сифона. Да и Сифон все равно будет один. Ах, ну... Ой, какой дисрапшн получился. Ну, там один прок Тандерстрайка вроде криво пошел, да? Толкает Астрал своего тиммейта. Вот, и Сент Кинг. Ну, вообще обидно. Обидно, вообще обидно. Может быть, хватило бы там этого Тандерстрайка. Это, опять же, дополнительное замедление было бы. Еще чуть больше урона Смак Джаггера внести. И все, да? Шадо Демона летел. Лучше бы он, например, спрятал бы Эр Спириты, чтобы тот, ну, типа Болдер Смеш не дал ДП. Ну, вот. И там бы ДП-шку-то подкрутили. Петушара сейчас втерпит как следует, потому что какое-то время он стоял здесь один. Дизрапшн в Луну. У Луны пассивка не прокачана, поэтому... Ауры никакой не получает. Петушара здесь. Ну, Сенкинг герой устойчивый на линии. То есть ему тут... Даже если вначале напихали, то... Там второй, третий левел, Сеншторм, пассивка. Потом четвертый левел, второй Сеншторм. И все уже. Выгнать его будет очень-очень сложно. Сложно и трудно. Эпэн уже тут втерпливает. Старается, конечно, подконтроливать пси-блейды. Играет без рефракшена. Что любопытно. Против вайперов, видимо, такая особенность этого матчапа. Хотя я не буду утверждать, не знаю. Астрал пытается побить Курьера и выпулить крипочку. А Спейс бежит за ним. А для ФНа эта линия, ну, наверное, еще не закончена. Но мы видим... Ой, он умирает. Он даже... Мне кажется, он понял уже, что не выжить. И лучше просто умереть. Чем оставаться на 20 хп. Бежать на базу без ботинка. Ну, жесть. Возможно, это ферст-блад для вайпера. Он и позволил получить вот это легкое преимущество. С появлением быстрого ботла. И все там плорастает. Она, конечно, камбэкнет. ФН, возможно, сделает грамотное решение. В какой-то момент и просто перестанет на линии появляться. Когда крипы не рядом. Четвертый уровень надо хотя бы взять. Не знаю, форс. Я так смотрю сейчас на это. Что-то... Дадут ли? ФН, посмотрите, сколько хп потерял. Он, в общем-то, здесь одного крипа добил. И сколько отдал. Ресурсов. Ну, сейчас ранжовенького бы хотя бы... Ты езжешь. Ранжовенького добил и отправляется в лес, который заблочен. Кстати говоря. Ух, не, ну это прям жестко. И ФН думает, ну сейчас подожду 10 секунд и пойду 2 точки зафармлю. Наверное, вайпер тут зафармил, да? Он думает, такой стоит. А вайпер такой, как бы... Оп. Оп. А он сейчас такой, блин, а то чё, я шагнул и заблочил, что ли? Или не понял? Интересно. Ну, он прям, ты видел, как шагнул прям резко? Там можно было подумать, что ты заблочил. Ну, понятное дело, что... Он даже, кстати, руну Баунти не подобрал. Он решил, что нет смысла терять там эти секунды. Успеет какой-то сяпик подобрать, типа Шадоу Демона. Да он, может быть, на боттл оставляет, чтобы... Когда у него боттл появится... Тут вайпер уже почти пятого левела, как бы всё, на мид. Нет смысла приходить. Саппорта туда, конечно, тоже никакого не поставишь. Поскольку стоять там не сильно приятнее. Дукалис стрейфуется за Баунти Рун и забирает её. Бигнум бежит сюда, чтобы сделать стаки, судя по всему, да? Или что? Или он будет диванить? Ну, разблочить, как минимум, желательно как-то одним вардиком. Не одним вардиком. Тут надо прям в какую-то суперточку идеальную ставить. Разблочил маленький кемп. Стакать, мне кажется, успевал, но решил этим не заниматься. Я что-то смог. А, ну там они... Там заблочено только что было. Ну, в этом плане, конечно, по к чам, может быть, это и заслуга артстайла. Прям сработано идеально. Это явно до игры было всё проработано. Понимали, что FN будет тяжело. Понимали, что он может легко камбэкнуть в лесу. И в итоге ему не позволяет и в лесу фармить. Круто. Круто. Вайпер начинает уже душить мид. Главное потом это преимущество реализовать. Вайпера бут быстрые травела. Может, дальше Атос какой-то классический. Поглядим. Ну, в такой ситуации очень важно, чтобы на сайд-линиях всё было хорошо. Поскольку темпларка... Ну, всё, вайпер здоровый. Темпларка унижена. Темпларка очень долго в игре не появится. Она будет постоянно сплитпушить. Может быть, даже первым слотом купит какой-нибудь Аганим. Да, чтобы прям жёстко по карте двигаться. Вот там. Деталятор быстрый тень не поможет. Вот саппортов ты не сможешь убивать. Какой-то блинг быстрый. Ну, тоже. Ну, вообще, лучше быстрый блинг, чем быстрый дезолятор в таком случае. Если тебе сплитить надо. Ну, короче, надо что-то придумывать. Вот. И очень важно, чтобы Джиггернаут был с хорошим фармом и левелом. И чтобы Сент-Кинг тоже был с хорошим фармом. Вот у поти как раз Мелеса рискует потерять сейчас пакчампы. Отвлёкся немножечко Астрал для того, чтобы выпулить пачку. Ну, а Мелес не подумал о том, что в него могут напасть. Вот так вот убить спокойно. Там глимса-то у дезераптора еще нет. Вот поэтому... Как бы он мог позволить себя более-менее нагло вести. А ФН пока бьет нейтральных крипов. Бигнум приходит в центр, чтобы, ну, какую-то экспу хотя бы здесь получить. А Петушара вводит крипов в топе. Сейчас Дукалис... Да, он не крипов вводит. Он пытался избежать смерти. Вот он был прям на грани. Успел откопаться. Фласку прям в крипах нажать. И живет. Но посмотрите, как мало хп. Дукалис сейчас просто может и с крипами пойти. А тут он сейчас будет душить. Не позволяет этих крипов бить. Но не рискнул. Нож, нож, нож. Долетел. Нет. Нож налетел. Да. Долетел. Убил. На центре. Атака на вайпера. Неожиданно. Ну, тут как-никак три игрока пришли. ФН. Живет ФН. Живет ФН на грани. Прям, ну, приятно. Приятно. Не важно, что здесь Бигнума, скорее всего, потеряют. Не уверен. Стики. А, стики Бим не хватит маны, да, все равно. Ну, слушайте. Приятно. Приятно. Убить такого большого вайпера. Там Плорасасин там должна много было. Как минимум опыта заработать. Хотя ладно. Тут несущественное. Крайне мере, какое-то моральное удовлетворение получить. За этот враг. Что, еще хотят убить? А, Глимсануй, да, хочет? Не, не. Не туда Глимсует в итоге Сема. И сейчас Дисперейт его будет бить. Правда, не может он пройти через забор. Первый Глим, к сожалению, настолько отличается от второго. Там езать его нереально в плане расстояния. Там надо реально вплотную подходить. Со вторым уже можно стоять далеко на дистанции. Так что ничего не поделать. Ну, прокачка комфортная. Тандер Страйк в два. Дальше уже можно будет спокойно максить Глимс. Тандер Страйк оставить в покое. Слушай, Форс, как сейчас вообще к Баттлфюри относится в 2021 году летом? Кто-то его покупает? Или все, забыли? Раз в разу там кто-то покупает, кто-то не покупает. Мы видим, что Джиггернаут через Молнии играет. Но мне Молнии тоже больше нравится. Сейчас, по крайней мере. Вот именно такой билд, который сейчас Джиггернаут делает, мне кажется, очень хорош. Тоже через Виндлейс, чтобы на 10 уровне вкачать статы аниму в спид. Закрутят Меллиса. Должны. Фраг, правда, с Лейра достается. Ну, не страшно. Сенкинг чувствует себя относительно комфортно в топе. Его разочек убили. Чуть-чуть позонили в начале. Но у него 42 крипа. У него есть два кольца. И хаппориген у него огромный. Тут пытаются в два саппорта сейчас пакчампа сыграть. Как-то Петушару поднапрячь. Не выходит у них это сделать. Коэффициенты от Джигбет практически не поменялись. За 8 минут 1.24 Юник и 3.79 пакчамп. Несмотря на то, что мид выигран, мы видим преимущество команды пакчамп почти нет. Снова атака на ФНа. Дасты даже нажимаются, но ФН уходит в лес. Полетел Астрал. Классно влетает, но вайперстрайка больше нет. Хаунд от Спектры. Продолжают полет за ФНом. ФН есть ловушка, можно замедлить. Сразу двух игроков замедляет. ФН еще одна ловушка, можно под нее поиграть. Кинетик Филд глимсует назад. Дес Профит. ФН наготовит телепорт. И он его нажимает. Улетает поближе к лесу. Не улетает. Не улетает. Придется драться. Удар больно. ФН ведь с ДД. Рефракшн появился. Ставится ловушка. Попытка убить Луну. Это все-таки саппорт. Можно с ней воевать. И ФН! Говорит сейчас Дукалис. Зачем? Мэр Спирид вообще ворвался. Ну, Спектру. Надо просто, наверное, убегать. Хотя, слушай, а куда убегать? Телепорта нет. ФН все равно рано или поздно должен найти. Нажимает ФН Рефракшн. Вроде как Слэйр пытается провести. Безопасным маршрутом. Но и ФН говорит, слава богу, и я не улетел. Он реально заработал денежки. Вы посмотрите, что происходит по Нетворсу. Вы вспомните, что было на миде. И разница теперь по Нетворсу всего лишь две сотни. Это сейчас будут проблемы. Потому что он телепортировался в топ. Его подкопали. Плюс он не слэш. И этот вот огромный вайпер. Сейчас просто нафидил Джиггернауту. Солидную такую сумму. И вышку в топе теряют у нас по кчампу. Что еще более важно, наверное. Интересно. Интересно получилось. Но вот такая вот руна ДД оказалась. У ФНа, получается, там было по три сотни урона с рефракшеном и с ДД. Это позволило настолько быстро убивать все эти сладкие булочки. Тысяча перевес. Сэн Кинг, Худ, Арканы. Дальше Блинк. Такой очень плотный статовый Сэн Кинг. Атака на Мелиса. Готовится, похоже. Слэйр рядом. Нет, нет. Не готовится. Вайпера глимсует. Сразу же атака на ДП. ДП без Сайланса. Не получится пятну шару заткнуть. Слэйр бьет. Мелис очень статовый. Сифоны работают. Блэйфьюри все же добивает. Слэйр при этом выживает. Ну и погоня за Астралом с ним будет потяжелее. А, Пурш. Ну Пурш, Силкетчер, это для Астрала должна быть конечна. Пурш должен его взрывать. Что и происходит. Биггнам делает второй фракт на карте. И счет становится 11-5. Темплар Ассасин вырывается вперед. Притом не то, что там чуть-чуть. Да, эта разница, она уже ощутима. Четыре сотни золота на 10-й минуте. После крайне неудачного стояния на миде против крипов. ФН вырвался вперед. И вайпера, так знаешь, нежданно-негаданно появляется в Кьюгбайе Мидас. После всех этих событий. Понимаю, что, наверное, надо немножко поменять стратегию. Не получится играть уже первым номером. Не получится, как это время от времени бывает, что летает мидер и всю карту громит. Здесь сейчас наступит сетап фарма. И спектры, и, естественно, теперь и вайпера. Как-то, мне кажется, играть-то будет особо нечем с этим мидасом. Вот он купит мидас. Хотелось бы иметь Атос в команде на вайпере. А то слишком мало опций для какой-то драки. Там и для локальной, и для какого-то масштабного тимфайта. Как-то драку тяжело начать. Сенткинг собирается зарыться в пески здесь. У него хутор дефайнс. И даже если у саппортов есть детекшн. Не знаю, как-то, мне кажется, этого Сенткинга тяжело будет выкурить из подвышки. К тому же тут еще и приходят два саппорта, которые в крайнем случае готовы будут подсейвить. Это не просто подсейвить. Это очень сильные саппорты. Статик Шторм плюс Пурш. Но тут есть Эклипс у Луны. Луна нажимает Эклипс. Статик Шторм шикарнейший! Много урона. Глимсует назад вайпер. Вайпер успевает выдать свой вайпер страйк хотя бы. Что у демона погибает, но размена очень приятна. Для юника они забрали Кора. Они забирают теперь Луну. На Астрале два стака Пойзона. Ну и пока эти травела не настолько мешают скорее вайперу, он прилетает в эпицентр драки. Обычно это работает. Но против Дизраптора ты забываешь. Ты забываешь первые минуты. Я думаю, Диспрей теперь будет об этом помнить всегда. Что Дизраптор тебя может глимсануть. И все, ты вне игры. Если бы не глимсанули бы вайпера в этом моменте, то глимсанули бы Эрспирита какого-нибудь обратного. Его бы забрали. И там какого-то другого героя бы забрали. Так что да. Неприятный очень персонаж Дизраптор в таком отношении. Но... Вайперу как-то надо фармить. Тем более с миды. Без траволов этот герой не способен нормально как бы карту прокачивать. Поэтому травола на нем хороший предмет. А вот насчет мидаса я вот реально не знаю. Я бы подумал бы... Если бы это была игра в вайбе, я бы подумал, что этот чувак просто тельтанул. Реально. Глимс. Умни слэш будет или так и заковыряют? Фьюри. Хотя драться. Ну окей. Бигну мультимейт успевает выдать на Диспрофит. Диспрофит получает умни слэш плюс пурш. И естественно это не переживает. Отдает лишь Дизраптора. Это пятерка. Попытка убить Бигну. Бигнума больно. Бьют вайпера. Просто райдкликаем. Песочек работает. Сненкинг нажимает подкоп. Убиваю Диспирейта. Петушара делает это в соло спейс. Блэд Фьюри. Телепорт на базу. Петушара. Есть тоже телепорт. Ну сейчас укопается куда-то в лоу граунд. И может попытается уйти. Ага. Решил копнуть распирита. Прячется в песок. Ловушка ставится от ФНа. Петушара. Но его тут видно. Стоит в центре на горе. Забирает очень мощный стрик Спектра. Но файт рекап взглянем. Ну по файт рекапу для пакчамп. Слушай. Спектра очень много забирает денег. Если вот с этого плана смотреть. К сожалению. В этом файт рекапе не отображается макро ситуация на карте. То что. ФН уже второй тимфайт просто игнорирует. И тупо качается. То есть. Для такого персонажа как Спектра. При условии. Что твоя команда позади. Это удивительно вообще. Иметь такие показатели. Но с вышкой в центре придется распрощаться. Петушара подкапывает. Здесь Астрала. Успеет ли тот как-то укатиться. Эклипс частично в крипов. Дизрапшн работает. Ну и вот как бы. Вообще не самая идеальная позиция для Юник. Нужно отсюда отходить. Они добивают луну. На этом похоже все. Глимс Диспрофит просто на сантиметр. Чуть поближе к базе команды Пакчамп. Но в итоге мид упал. Фраг для ФН. Что не может не радовать. Джиггернаут в это время продолжает долбить крипов. 4000 золота за команду Юник. Там был Ассасин по-прежнему. Первое. Также я вам напомню. Что вы можете застраховать свою ставку на сайте GGBet. По специальному коду. Который прямо сейчас вы можете увидеть на экране. Используйте если вам это интересно. Но игра. Я не может успокоиться. Постоянные атаки. В этот раз команда Пакчамп на готове. Они выходят вниз. Ставят в центре. Петушара понимает что дело пахнет жареным. Дизраптора совершенно случайно ловит. Не хотели именно Слеера здесь найти. Так получилось. Спасает он в какой-то степени Сен Кинга. Хотя. Есть подозрение что Петушара бы здесь пережил эту атаку. И. Башня все же на боте упадет. Происходит это на 16 минуте. Минус Т1. Деньги. Для крыла там. Да. Я вот как-то смотрю я на эту луну. Позиции 5. И вот сейчас вот у нее Эклипс в КД еще минуту. И что эта луна может без этого Эклипса? Да. В общем-то ничего. Дает ауру. Которая 15 урона дает всем. Ну в общем-то. И конец. Ну ладно. Герой хотя бы бегает быстро. Можно варды ставить. Удобно. Летает. Очень-очень неприятные тычки летят. Буквально за 3 удара он луду уничтожает. Это дезолятора не было. Даже не было дезолятора. И так больно было. Но ФН. ФН еще не вступил в активную фазу игры. Как Форс уже отмечал. 3 минуты назад. Он больше фармит. И все фраги которые приходят. Это просто к ФН реально приходят герои. И он их забирает. Руна ДД. Дезолятор. И похоже. Извгляд на какого Рошана. Вот прям так идти на Рошана может быть немножко опасно. Потому что. Хаунд плюс ультепет. Но ДД. Дезолятор как-то прям манит. Не знаю. Ну у него же Боттл был. Понимаешь. То есть можно же было бы пойти например в Смоке как-то повоевать. Но с другой стороны ребята наоборот. Здесь провоцируют сражение. Врывается первый Сенхинг. Быстро забирают Луну. И ну 4х5 его точно не дерешь. Если драка неизбежна. Бей первый. В общем Юник так и поступили. Понимали что противник вроде как приближается. Тут же напали сами. Ну и все. Покчампы поняли что лезть туда вчетвером. Уже смысла никакого нет. А Эггиз для ФНа. Готовится атака на Дисперейта. Ему отсюда нужно лететь. Он прячется в лесу. Ну и бежит только один Биглум. Надежда что Пойзеном как-то получится отыскать. Слушай по-моему не заметил. Рядом пролетел Пойзен. Немножко не достал. Вайпер. Вайпер уходит. Перетяжка в мид. Джиггернаут уже здесь. Диспрофит. Незаметно. Так уж получилось что Мелис несколько раз убили. 6. На самом деле это много. Не несколько. И Диспрофит на этой карте потерялась. Ее не бояться. Она недостаточно стойкая, чтобы можно было в драке держаться долго. Ее быстро убивают. Это чувствуется. Снизу. Атака на Спектру. Статик Шторм. Дабы не было Хаунта. Жирная Спектра. Жирная конечно. Тандер Страйк работает. И еле-еле убили. Не знаю было ли здесь смысл нажимать Хаунт. Потому что ты прилетаешь к тому же, не знаю, Шэдоу Демона. Он тебя Пурш нажимает в лицо. Так что попыток даже не было. Подкоп. На Луну. Сайленс на Сен Кинга. Сен Кинг нажимает Худ. Получает Эклипс. Если там какой-то подсейф нет. Шэдоу Демон далековато. Бьют Джиггернаута. Джиггернаут Хелин Вард свой ставит. Не теряет при этом. Погонит за Биггнумом. Биггнум Пурш нажимает. Дизрапшн. Идет вперед. Может быть мог закрыть себя. И там бы уже Хелин Вард порешал бы. Но решил отдать все кнопки в противника. Ой, какой-то у меня слэшка прям корявый получился. Благо это добивает Деспрофит. Но не самые нужные смерти. Команда Юник не должна здесь была героев терять вообще. Учитывая, что они здесь дрались даже без спектры. Которая в таверне была. Шэдоу Демона неожиданно появляется диск первым слотом. Прям без чего-либо. Диск, который, кстати, собран. Почему-то что? Уже, да. Что это такое? Ну, лень, понимаешь. Там кликать надо. Что-то это микрить. Зачем? Просто собрался. Ситуация, конечно, у пакчампов, мне говоря, не камильфо. Очень сложно становится. Конечно, чуть проще, чем на предыдущей карте. На предыдущей карте прям вообще было отвратительно все. Блэйфьюри телепорт нажимает джиггернаут. Не попадает астрал по нему. Станом. И, соответственно, с айлансом продолжить. Тоже он уже не смог, потому что джиггернаут там все кнопки свои нажал. Глимпсанули луну подальше. Правда, далеко все это очень происходит. И дукалица подцепить в очередной раз не удается. В общем, тут еще как-то можно, на самом деле, расковыряться. Если темпларка как-то, не знаю, подставится. ДП раскастует ульты и будет жить. Эрспирит даст свой магнетайз и на все камни его там продлит. Как-то вайпер подамажит. Вот спектра там под конец драки влетит. Враги пособирает. В принципе, все может стать. Хорошо смотрим. Тут у нас, оказывается, темпларка отрезана от основной части команды. Хаунд перекидывается на шеду демона. Но у того, как ты верно уже успел отметить, есть диск. И в итоге хаунд нажали только для того, чтобы убить персонажа пятой позиции. Что, как бы, ну, не густо. Вот, а учитывая, что у Юник еще Аегис на руках у темпларки. И еще и БКБ у той же самой темпларки появляется. Я думаю, что сейчас Рейдин просто пойдут в атаку. Да, нападают. Вайпера принимают. Салкетчер. Есть пурш. Очень много урона на вайпера. Вайпера должен от пурша уже как минимум умирать. Смотрим. Вайпер уходит из драки. Нет, живет, живет, живет. Дисперейд. И нечем больше продолжать. Тиблейд попал по вайперу. Видел. Через двух героев. Да, они там в рядочек встали. Было опасно. Можно было и отъехать. Да, влетели. Ни одного героя не забрали. Но ресурсов-то практически никаких не потратили. Если КД у Хаунта очень-очень-очень большой, то КД ульты Шадоу Демона намного меньше. Да и к тому же, это вряд ли скилл, который определяет, будет команда Юник драться или не будет. Тут скорее про умни слэш идет речь. Хотят убить Джаггера, но у того Манты и Юг. Ну опасно, опасно было, честно говоря. Там какой-то стан бы еще влетел. Типа распирит, может быть, и хватило бы. Но его не было. Тамблорасасин, падру на ускорение. Глимс назад, астрала в кинетик. Драться здесь, ну мне кажется, не лучшая идея. Но почему-то Покчамп остаются здесь. Вайпер пытается несколько плевков дать, но немножко Покчамп и себе переоценили. Точнее, скорее не дооценили противника. Там ведь Аегис, а фэн готов был идти и отдавать свою жизнь. Драться здесь было просто нельзя. И как Форс уже говорил несколько раз, Хаунта нет еще очень долго. И, конечно, без Хаунта драться, так это вообще бесполезная затея. Печально погибает Вайпер. Его не 30 секунд, а тут все же бьет Мантлорасасин, бьет Джаггернаут. Вот-вот появится Хеленвард. И под изолятором очень быстро падают строения. Казарма на центре уже как-то не хочется отпускать. Ники здесь должны оставаться. Вайпер, по-моему, закупился. Что-то он купил. Да, Лебарду купил. Поэтому выкупа у него нет теперь точно. Мид упал. Аегис пропал. Команду Ники может уходить, разбирать паунтируны. И, наверное, там еще и закупиться можно будет. Денег на фармеле. Закупаться там. Да, ждать какого-то следующего удачного момента для атаки. В принципе, они готовы уже прямо сейчас, если соперник прям пойдет на них, например, в смолке. И Юник будут вместе. У них есть Умнислэш, у них есть Пурш, там Статик Шторм, Ульцент Кинг. Как бы все такие долгоиграющие способности у них заряжены. И если Пак Чамп сейчас попытается какой-то мув сделать, они рискуют напороться на довольно-таки серьезное сопротивление. Пытаются пробить Джиггернаута. Он жмет Фьюри, пытается телепортировать. Вообще Спектра довольно больно бьет. Но этого недостаточно. Все равно недостаточно для того, чтобы Джиггернаута похоронить. В невидимости Мелис провожает здесь взглядом Петушару. Слушай, а может быть это шанс? Нет, ну смотри, Джиггернаут в таверне, да? То есть сразу холл, атакуем. Типа Джиггернаут в эту драку не придет. Хорошо, смотрим. Жиду Демон здесь спрятал. Брос-страйк есть, брос-страйк есть. Можно копать, копает вперед. Окей. Посмотрим, решит это или нет. Крылат еле живой, но все же живет. Два стака поезона. Глимсует назад. Крылат. Три стака поезона. Добивает Спектру. Блэд Фьюри тут же на Эклипс. Добивает и Луну здесь. Ну да. В общем, цель ясна в драке. Как только убивает Спектру, все. Юник просто не остановить. Там никто не в состоянии вносить какой-то урон. Серьезно. Ни ДП. Ни даже тот же Вайпер. Который пока больше выглядит, как такой хороший танк. Но с каждой минуты его урон все безопаснее для оппонента. Что от Вайпер-страйка, что от обычного поезона. 13 тысяч перевес. Преимущество просто огромное. В общем-то, не думаю, что эта игра закончится раньше второго Рошана. Юники еще, думаю, успеют Айгис подобрать. Юникам незачем торопиться совершенно. Понятное дело, что... Хотя они, конечно, и прямо сейчас могут пойти при желании. Там через Вар Джиггернаута маленько поломать. У него талант на 15-ом КД Хилингварда. Там довольно глупо качать другой талант. Слишком это имбово. Что у тебя практически бесконечный Хилингвард. Он сколько сам по себе длится. 25 секунд, а КД 40. Он полностью успевает тебя застановить. Если ты его там контролишь, не сливаешь. Как-то его тебе не убивают. То лечение, конечно, просто очень-очень сильное у Джиггернаута. Но делать это незачем. Соперник вряд ли дофармит до какой-то критической точки, что станет сильнее на карте, чем ты. Поэтому спокойненько ждем следующего Рошана. Забираем там... Айгис, Сыр и Шард. Который, кстати говоря, Джиггернауту надо будет отдать, если никто больше... Ну, если он сам себе Шард не приобретет. Но я думаю, Спейс чувствует, что... Как бы второго Рошана его команда совершенно спокойно забирает. Поэтому игнорируют покупку Шарда. Вообще Шард на Джиггернауту... Ох, слушай, у него сабли есть. Я что-то вообще не заметил, что он сабли будет. Ну, прикольно. Там напали у нас еще на Вайпера. Вайпера забрали. БКБшка ужмет ОПН. Пытается забрать Крылата. Мант он потратил. Еще одно замедление от ловушки. Летят плюхи с Мелда. Джиггернаут идет встречать. И Спектра тоже отправится к Лердой. Ну, даже видишь, до второго Рошана ребята не смогли дотерпеть. Как бы они могли бы, если бы играли аккуратно. Но карту бы они просто не парнили. Ну, в принципе, ничего удивительного. Я не знаю, как бы... Идея, почему они решили Луну на пятерку поставить. Потому что они Шэдоу Демона увидели. Ну, и что? Это не ставит крест на игре Луны. Я даже готов сказать, что Шэдоу Демон сейчас не так страшен. Для Луны и для ее команды, как, например, 5 патчей назад. Или в прошлом патче, когда Луна была популярна. Тогда реально страшно. Потому что Луна берет Скади, бабочку. И вот эта вот махина идет суперстатовая. Шэдоу Демон дает дизрапшн. Выходят две иллюзии. Они просто все убивают. Учитывая, что у нее бабочка, у стандартной Луны, да? Ты в нее просто попасть не можешь. Как бы... Не сама Луна в нее попасть не может. Ни там мидер какой-то, ни хардер. Они просто... Там только нюками их можно убить. И все. И то, если они жирные, там, может быть, этого даже и не хватит. А сейчас ты что? Купил БКБ, купил Дейдлс, пошел. Ты какой-то Шэдоу Демон. На, бим Шэдоу Демон. Умри. Просто и все. Не знаю, чего они побоялись. По-моему, хороший герой на кэрре позицию мог бы получиться. Добрали бы еще нормальную пятерку себе, чуть-чуть поаккуратнее сыграть Вайперу. Все было бы нормально. Ну, могло быть все нормально у них. Мне кажется, бояться им не стоило этого. Ну, с Вайпером, мне кажется, больше всего подкосило. Потому что такой классный старт. И потом Вайпер, он вообще перестал быть опасен для кого-либо. Он там пытался хотя бы саппортом разменяться. Вот этот первый выход двух саппортов плюс ФНа позволил убить. Ну, и дальше вот этот сбитый телепорт ФНа, который делает фраги. Но обидно, обидно. Я не думаю, что в итоге игра бы поменялась. Мы видим, что Юники в целом выглядели сильнее, что на первой, что на второй карте. На этой карте у них просто был очень надежный драфт. То есть вообще ничего не выдумывали. Прям стандарт, который сработал на ура у Джиггернаута. Счет 7-0-10. Ну, тут у всех хороший кэр, естественно. И на этом игровой день. Пятый игровой день D2CL завершен. Услышимся уже завтра. Начинаю с трех часов по Москве. Мы с Форсом вас ожидаем на этом же канале. Поэтому приходите. Будем вас ждать. И не забывайте, конечно же, о наших партнерах Cybersport.ru, где вы сможете посмотреть всю статистику. Конкретно D2CL и других каких-то турниров. И не только по Dota. Ну и, конечно же, ребят наших из Western Digital с их новым SSD-шником SN850. Вот. И действительно, завтра у нас игровой день продолжится. Ну а пока мы отправляемся отдыхать. Чего и вам желаем, друзья. Хорошего вечера. Всем пока.